Зелёное футбольное поле Наши футболисты готовились к матчам и проводили разминку перед играми. Команда, которая будет играть первая, это команда 2005 года. Мы идём сейчас на первом месте и опережаем соперников на 6 очков. То есть сейчас будет такой очень важный матч для нас. Либо мы делаем отрыв ещё больше, либо будет борьба идти за первое место до последнего тура. Всего в соревнованиях принимает участие 12 команд из разных городов Подмосковья. График игр довольно насыщенный. Турнир проводится с начала апреля и до середины ноября. Сейчас уже идёт второй круг. Перед играми ребята проводят по 4 тренировки в неделю. Мы оттачиваем удары, пасы, чтобы у нас получилась хорошая сыгранность в игре. Чтобы мы чувствовали каждого игрока. Мне просто очень нравится футбол. У меня предки занимались футболом. Дедушка, он сейчас сидит вон на трибунах. Команда соперников подошла к матчам в боевом настроении. Но ситуация осложняла физическую усталость. Сложность в чём была? У нас в пятницу была игра на Кубок РФС. Было восстановление, грубо говоря, 3 дня. Но готовились. Один день мы отдыхали, а два дня усердно готовились. Воспринимая, как играет команда. К этим тактическим приёмам мы уже готовы. Сейчас должны показать хорошую игру. Игрок команды Подолье Даниил Соловьёв поделился своим мнением, за счёт чего они могут навязать борьбу лидеру чемпионата. Я думаю, на эмоциях можем собраться. Также, если мы будем катать мяч и держать их у него нападающего, который лучше бомбардер. В итоге Даниил оказался прав. Гости из Подольска настроились на результат и победили видновскую команду 2005 года рождения. Но честь нашего муниципалитета отстояли ребята 2003 года. Они разгромили соперника в своём матче со счётом 8-0. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.